Видеоканал Салапин.ру представляет Панзай! Каждый шаг сопровождается треском. Каждый. Не ходите никогда на такой лёд. Каждый шаг — это треск, это трещины, всё новые и новые, которых раньше здесь не было. Всем привет! Помните, как в анекдоте? Дорогой, я хочу услышать три самых важных слова. Встал первый лёд. Ну, как сказать «встал»? Кое-где он, конечно, встал, но далеко не везде. Да и там, где встал, такой лёд, что, сами видели, трещит при каждом шаге. Так что трещины из-под тебя разбегаются. Вот наглядная демонстрация, как он пробивается пешнёй и как пробуривается коловоротом. Ну, как говорят, такой монолитный лёд с толщиной где-то со птичечный коробок по длинной стороне, он уже человека держит. Поэтому, кому не имётся, конечно же, отправиться всё равно на такой лёд. Единственное, что скажу, позаботьтесь о собственной безопасности. Возьмите лыжи хотя бы. Это уже очень сильно ослабит нагрузку. И можно будет более безопасно находиться на льду. Также не забывайте такие вещи, как спасалки, чтобы, если не приведи чего провалитесь под лёд, можно было хоть как-то зацепиться и выбраться. Ещё лучше, конечно, на такой лёд ходить в компании, чтобы, если что, помочь друг другу. Ну и, соответственно, на водоёмы, сами видите, это небольшой прудешник, где до берега 10-15 метров и, в общем-то, особо критической опасности он, естественно, не представляет. Открывать лёд мы запланировали уже очень давно и запланировали сделать это с новой для себя снастью, с блёсенками под окунь. Это, вообще, моя самая первая рыбалка осмысленная с блёснами с окуневыми. До этого я блёсну в руках практически не держал. Единственное, что в прошлом году один раз чуть-чуть попробовал и всё. К этому сезону я подготовился. Сделал себе четыре удочки блеснилки, вот те, которыми я сейчас ловлю. Оснастил их, соответственно, немножко подкупил блёсен. То есть, технически подготовился со стороны снастей. Ну и, естественно, есть какое-то понимание, как всё это должно происходить, которое подкрепляется просмотром подводных съёмок на вроде вот этой вот. и стал пробовать просто как чего. В основном ловил двумя блёснами. Сейчас вот эта торпедка, которую благополучно атаковал окунь, попался. А с утра ловил с нитком мартынова. К сожалению, кто-то у меня её отъел. Видать, очень вкусная оказалась блёсенка. И где-то окунь, наверное, на сороковом, на сорок пятом была сожрана. Может быть, маленький щурёнок. Даже не знаю. Может быть, после такого количества окуней какой-то сказался дефект привязки блесны. Не знаю. С другой стороны, 0,15 леска. Не сказать, чтоб такая уж тонкая. Так или иначе, блёсенка была сожрана. Поэтому здесь её видео не попало, к сожалению. По самой рыбалке что могу сказать. На этом водоёме мы были самыми первыми. Ещё вчера на него нельзя было выйти. На этот лёд он проваливался. Но за ночь его наморозило. И мы с ещё небольшим очень количеством рыболовов были на этом водоёме первыми. Для такого водоёма это очень важно. Потому что, сами понимаете, во-первых, более-менее товарного окуня здесь очень немного. И он выбивается буквально в первые дни установления льда. В целом, он тоже начинает потихонечку окунь выбиваться и клюёт всё хуже и хуже. Кроме того, в таких водоёмах, сами знаете, кислородный режим очень быстро приходит в относительную негодность. И, в общем-то, первый лёд на таких водоёмах длится неделю-две. В зависимости от погоды. Вот как год на год, понятно, не приходится. Но неделя максимум две. И, как правило, на таких водоёмах, за редким-редким исключением, рыбалка заканчивается. Поэтому, естественно, здесь надо успеть. Успел первым, ну, просто вообще замечательно. Значит, рассверлил чистый, девственно чистый лёд. Вся вот эта вот полосатая братья, она ждёт, когда ты туда опустишь или мармышку, или железяку, чего-нибудь. И с удовольствием, благодарно, на это всё вкидается. Вот один товарищ явно хочет съесть эту блёсенку, что у него, конечно же, в конце концов и получится. Поэтому, можно сказать, успели мы вовремя в кои-то веки. Это редчайший случай. Мы всегда только мечтали первыми попасть на лёд, на первый. А тут вот удалось. При том, что, скажем, водохранилища ещё вообще не стоят. То есть, там даже ещё в заливах лёд такой, что выйти на него нельзя. А здесь уже, ну, понятно, маленький водоём промёрз и быстро установился уже такой лёд, на который можно выйти. Хоть с треском, но выйти. Конечно же, в сласть набурились лунок. Проделали просто огромное количество. Я думаю, больше сотни гарантированно. Искали более крупного окуня. Нашли небольшой пятачок, буквально 4-5 лунок. Откуда удалось снять окуньков чуть покрупнее. В конце в улове увидите, что я имею в виду. Вот один из более-менее таких средненьких, хорошеньких окуньков попался. К сожалению, в остальных лунках клевали традиционные для нас грызуны. И что на мормышку, что на блесну. Причём его не смущал размер блесны 3-4 сантиметра совершенно. С удовольствием ел и такую, и чуть поменьше блесенку. Любую практически. Ну, я это ещё отношу на первый лёд. На то, что рыба более-менее активная всё-таки сейчас. Довольно часто попадалась в заглот на все три крючка. То есть, соответственно, брала достаточно хорошо. Не просто там бодала как-то подбивала, а именно ела предложенную насадку. Получил просто огромное удовольствие. Конечно, новая снасть, тем более сделанная практически своими руками. За исключением блесен. Ну, действительно, очень так качественно и хорошо половили. Не думал даже, что получится у меня более-менее так всё срастётся и более-менее хорошо буду ловить. Так что и удовольствие я получил, и рыбки налови. Для первого раза, я считаю, сколько удалось поймать, это просто отличнейший улов. Тем более, когда вот такой прозрачный лёд, и ты видишь каждую рыбу издалека, как она выходит. Ещё подо льдом там ложкается. Красотища просто неимоверная. Редко, когда удается посмотреть такое зрелище. Ну, вот в этот раз удалось. Короткий очень зимний день в конце ноября. И, к сожалению, рыбалка тоже довольно-таки быстро закончилась. Время пролетело очень незаметно. Вот весь мой улов. Среди массы окуней лежит, как видите, окушок покрупнее. Это рыба дня. Давайте устроим угадайку. Надо быть подписчиком канала, написать в комментариях свои предположения о весе этой рыбки. И, кто первый угадает точно сюда 3 грамм из Российской Федерации, тому я попозже отправлю кепку с логотипом Салатин Ру. Так что принимайте участие, подписывайтесь на канал и пишите свой вес в комментариях. А я пока на этом прощаюсь. Всего хорошего. Ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч. Не ходите, не ходите на такой лёд. Никогда не ходите на такой лёд. Я плохого не посоветую. Здесь можно запросто искупаться. Ну, все хорошо. П